Районное мероприятие «Под мирным небом Беларуси», посвящённое главному государственному празднику – Дню независимости, объединило необычайно большое количество горожан и не только микрорайоны-задворцы. Важной частью праздничной программы стало вручение юбилейных медалей 75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, ветеранам войны, среди которых Анатолий Иванович Евакумов, Иван Павлович Журов, а также ветеран пограничных войск, подполковник в отставке Николай Васильевич Тикунов. Сегодня эти мужчины, несмотря на свой почтенный возраст, делятся своими воспоминаниями с нынешним поколением. Неважно, сколько тебе лет, мне, например, 95, но всё равно, когда люди помнят, что сделали это, не только я, так сказать, все, кто был на фронте, кто воевал, и кто не воевал, кто был в тылу, все в едином порыве, так сказать, делали всё для того, чтобы победить. И победили. Я могу пожелать только что-то, прежде всего, конечно, здоровья. Это очень важно, потому что без здоровья ничего не сделаешь. Второе, это иметь какую-то обязательную цель, понимаете, не просто так жить, а на сегодня так, завтра так, а какая-то цель. У нас у большинства, мне кажется, молодежи есть цель. Есть цель, значит, постепенно к этой цели надо идти, что-то делать хорошее. Ну и самое главное, наверное, быть добрым. Сегодня мы активно включились в акцию «Беларусь вспомнит». Мы поддержали инициативу нашей пионерии. И вчера, позавчера, сегодня тоже у всех памятных мест легли цветы, у могил, захоронений. Это радует то, что есть преемственность поколений, что именно самая такая младшая общественная организация выступила с такой вот инициативой. Не остались без внимания трудовые династии, многодетные семьи, а также долгожители микрорайона. Это те люди, кто своей активной гражданской позиции, трудолюбием, любовью к родному городу был отмечен благодарностью на торжественной церемонии награждения за свой значимый вклад в развитие и процветание областного центра. Ленинцы по праву могут гордиться своим районом и, что самое главное, своими достижениями и успехами. Для них в преддверии главного национального праздника, Дня независимости, состоялся праздничный концерт, создав особую атмосферу. Такие праздники, накануне, опять же, государственного праздника, они объединяют людей. Они, происходит понимание, что это все делается для людей, это делается в мирной нашей стране. И именно государственный праздник, День независимости, как раз вот и есть то единение нашего общества. Хочу, конечно, пожелать в первую очередь мира, добра, процветания, крепкого здоровья всем жителям и благополучия в нашей прекрасной мирной Беларуси. Исполнение военных песен, выступление образцово-показательного оркестра Брестка, краснознаменной пограничной службы, работа кинолога со служебной овчаркой, городок аттракционов и развлечений, книжные военные выставки. Все это создавало неповторимую семейную обстановку. Вещи, предметы, военные атрибутики, это все принадлежность нашей семьи, семьи Тикулера. У нас есть главный, так сказать, заводатор этого дела, мой старший сын Алексей. Вот, он начал эту работу, ну а мы остальные подключились. Много интересуется историей, находишь тех людей, которые этим занимаются, потом занимаются. Потом поддерживаю с ними постоянно связь, ну то есть так работаем. Большой праздник для жителей-задворцев – это еще одна возможность сказать спасибо за то, что сделано, что задумано. Ведь много всего еще впереди. Ближайшие планы – это максимально, максимально уделить внимание развитию социальной сферы, инфраструктуры. Понятно, транспорт, детские сады, школы – это те же улицы, те же дороги, та же ливневая канализация и тот же водопровод. То есть, это все то, что ежедневно нужно для наших жителей. Я от души поздравляю всех жителей города Бреста, всех гостей города Бреста с нашим национальным праздником Днем Независимости. Конечно, 75 лет прошло с того времени, как был освобожден город Минск, столица Республики Беларусь. Война еще продолжалась, но уже чувствовалось, что победа где-то рядом. И люди ждали этого. И мы 75 лет живем, не зная войны. Наверное, это самое главное завоевание наших дедов, наших дядя воевал, дед. Это их завоевание. И, конечно, самое главное пожелание, чтобы этот мир пробился побольше, подольше. Чтобы ни мы, ни наши дети, ни внуки, ни правнуки не знали, что такое война. Юлия Селюк, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.